Моряков Год назад, 25 января, по инициативе Общественной Организации Украинской Объединения Моряков, в целом ряде городов, в том числе и в Измаиле, прошла мирная акция протеста. Доведенные до отчаяния моряки вышли на митинг против масштабной коррупции в сфере дипломирования моряков к зданию Измаильского курсовета. Морякам всяческими путями пытаются доказать, что в любом случае за то, чтобы уйти в рейс, придется платить. Александр Чабан-Лянко – один из тех самых моряков, который не спустил на тормозах такое нарушение своих прав и на протяжении всего года обращался за помощью во всевозможные структуры. В сегодняшнем сюжете Бесрабия Юэй Александр Чабан-Лянко поделится своей историей о нелегком пути длиной в один год до получения долгожданных документов. Вот для получения документов моряку необходимо заплатить деньги. И это стало как аксиомой, понимаете, вот не было даже возможности выбора. То есть моряк, ну ему просто не давали возможности, знаешь ты, не знаешь ты, хорошо ты учился, плохо, это никого не интересовало. Вот хочешь получить бумаги, плати, не хочешь, ну иди гуляй. Вот, в принципе, я думал пойти по тому же пути, я думал просто вернуться из рейса, пойти заплатить деньги. Это на тот момент для меня было быстро, удобно. Вот, обратился в Измаиле к посредникам, сначала к одному, потом ко второму. Вот, ну конечно, когда мне озвучили цифры, я мягко говоря чуть в обморок не упал. Там 1700 долларов за диплом моториста, за рабочий диплом, потому что есть еще учебные, первого класса. Почему меня это так задело, я вам объясню. У меня на тот момент были все сертификаты на руках, то есть мне не надо было делать никаких документов. То есть у меня все было, понимаете. Мне нужно было просто выйти на экзамен, сдать экзамен и получить диплом. Все, что нужно было. Так забавно при встрече с агентами пересмотрели мои бумаги, говорят, ну вот вы же понимаете, вот с этими сертификатами вы не сдадите экзамен, вот здесь вас не допустят до квалификационной комиссии. Ну вы, конечно, может быть и попробуете, но вы все равно не сдадите. То есть вот, пожалуйста, 1700 долларов, переделывайте сертификаты. Вот такие вот сертификаты, ну такого плана. Что меня зацепило, на тот момент они стоили бешеных денег, сейчас уже дешевле. И сертификаты до 23 года у меня были действительные. То есть мне переделывать действительные сертификаты, которые в принципе котируются в любой стране, то есть не было никакого смысла, а выбора мне не оставлять. Не желая платить за документы посредникам 1700 долларов, Александр решил сдать АСТ-тест, честность и объективность которого оказались весьма сомнительными. Там очень много было вопросов. Вот четыре варианта ответа, два из них правильные, понимаете. И вот какой из них выбрать, здесь угадаешь, не угадаешь, правильный. У меня, кстати, есть заключение относительно вот моего тестирования. Когда у меня начались вот эти трудности со сдачей, меня дважды завалили, указали, что я не ответил правильно ни на один вопрос, что интересно. Я обратился в профсоюз, профсоюз работников морского транспорта Украины, предоставил видео и предоставил текстовую расшифровку своего теста. В первой части, первого тестирования своего. Значит, они перенаправили в Херсонскую мореходку, вот мою расшифровку. И оттуда у меня есть заключение о том, что данный тест, он был проанализирован экспертно, что данный тест не может быть использован для адекватной оценки знаний для кандидата на должность моториста первого класса. Ну вот это у меня, есть на руках эта бумага просто. В общем, первый раз я попробовал сдать, мне не дали, просто не позволили, все неправильно. Значит, второй раз пошел опять на тест, подался, разумеется, тот же самый результат. Терпение, терпению пришел конец, и я поехал, обратился в службу безопасности Украины, просто за помощью, потому что, ну, что-то надо было предпринимать, и, ну, такие, понимаете, такие деньги, которые мне озвучили, ну, я был не в состоянии просто заплатить. Да и какой смысл нарушать закон, давать взятки, если я был вполне в состоянии сдать этот тест своими силами. Без получения документов Александру все же удалось уйти в рейс, правда, в должности моториста второго класса, где зарплата ниже, хотя у него имеется диплом о высшем образовании. Уже в рейсе со мной связывались представители службы безопасности Украины, я им передал все видеозаписи, которые я сделал с доказательствами. Причем забавно, что даже сам тест проходил на сайте с доменом moreageservice.com.ua, понимаете, это коммерческий домен, то есть даже не государственный домен. Поскольку дважды сдаваемый Александром АСТ тест непригоден для объективной оценки уровня знаний, молодой человек принял решение сдать тест-тест. Ну, я когда сдавал тест вот третий раз, третью попытку, я выбрал тест-тест, потому что доверие к АСТ тесту, который я сдавал два раза до этого, у меня не было абсолютно никакого. Поэтому было принято решение сдавать тест, который есть международно признанный. И, как видите, ну, забавно, я его сдавал один. То есть кроме меня больше в помещении не было ни одного человека, кроме членов квалификационной комиссии. Вот. Ну вот, с первой попытки, слава богу. Хотя тест в разы сложнее АСТ, и уровень английского в этом тесте намного выше, чем тот, который был затребован, когда я сдавал год назад. Следующей преградой к получению документов стала верификация стажа работы. Ну вот, мой стаж конкретно, я пришел из рейса, 8 месяцев стажа я подал на верификацию через этот кабинет моряка. Прошел месяц, месяц. Значит, за месяц стаж не был верифицирован, потом он у меня появился после Нового года, почему-то верифицированный задним числом, отказан, мне прислали, что отказан в верификации, поскольку загруженные документы не соответствуют тому, что я предоставил. Ну, забавная какая-то отговорка, то есть может означать все, что угодно. Ну, так месяц прошел, понимаете. Теперь мне надо снова их подать на верификацию и вот пытаться выяснить причину, почему вот это случилось. Огромную помощь и содействие Александру оказала общественная организация Ukrainian Seafarers Union, украинское объединение моряков. Помощь мне оказали профсоюз работников морского транспорта, помощь оказала ЮСУ. Это организация, которая действительно сделала очень много для моряков, больше, наверное, чем любая другая на данный момент работающая в Украине организация для моряков. И вот те вот компроматы, знаете, обидно смотреть, когда заказывают, так грубо скажу, стаю мордоворотов, которые просто занимаются провокациями, как это было в Одесском мордич-сервисе, разрисовали там здание, понаписали оскорбительных слов. Даже уже вот это само есть доказательство того, что организация работает и она затрагивает чьи-то интересы, в данном случае вот этой вот группы, как я их называю, социальных паразитов, поскольку присосались к морякам так, что просто оцепить невозможно, понимаете. Ну, я надеюсь, что система дипломирования все же заработает, как положено. Обещают. Ну, пока мы слышим только обещания. И вот с боем, видите, получается у кого-то выбить документы, у кого-то не получается. Хотел бы всем морякам, которые верят в свои знания, сказать, ребята, не бойтесь. Не бойтесь обращаться в правоохранительные органы. Не бойтесь записывать на видео факты вот этой коррупции. Поймите, раз уж такая ситуация сложилась, мы должны сами за себя бороться. Мы моряки, мы не должны ничего бояться. У нас сама профессия, суть профессии, ничего не бояться, поскольку мы моряки. Поэтому, если вы уверены в своих знаниях, если вы уверены в своих силах, боритесь за свои права. Не потакайте вот этим схемам коррупционным. Как вы видите, я вам специально даже распечатал. Значит, вот такие дипломы сейчас приходят в кабинет моряка с QR-кодом. Это вот то, что они присылают. А вот такой диплом, это диплом, который должен быть. То есть без QR-кода, без каких-то дополнительных нововведений, потому что они не отрегулированы. И на специальном бланке. Вот у меня я специально его не ламинировал. То есть специальная плотная бумага, специальный госзаказ. Ну вот, собственно, вот такие должны быть дипломы. А вот это то, что вот выдают в кабинете моряка сейчас. И вот я его сам себе распечатал. Видите, заламинировал. Так что у меня сейчас два диплома вместо одного после года борьбы. Что важно в этой ситуации тоже понимать. Но вот эти дипломы в любой момент могут признать недействительными. Потому что они никем не регулируются. Их сейчас массово выдают морякам. Вот этот диплом я получил раньше, чем тот, который положено. И когда я приехал в Капитанию, в данный момент в Одессе, поскольку в Измаиле эти бумаги не выдают, у меня отказались принимать бумаги. Сказали, нет, у вас еще нет диплома на руках вот этого. Мы вам не будем никакие бумаги выдавать. Но мне пришлось включить несколько аргументов, предупредить, что я сейчас обращусь и в правоохранительные органы, и обращусь и к средствам массовой информации. Потому что у меня на руках был весь пакет документов. И бумаги на выдачу диплома у меня были обязаны принять. Понимаете? Ну, по всей видимости, аргументы сработали, поскольку бумаги у меня все же приняли. Приняли все как положено, зарегистрировали. Ну, через какой-то промежуток времени у меня сначала пришел в кабинет моряка диплом, вот этот с QR-кодом, а уже после него я забрал диплом, который должен быть легальным. Вот, собственно, вот такая война. Как говорится, столько нервов, столько споров на этот счет. Помните, что главное оружие в борьбе с коррупцией – это уверенность в собственных знаниях и силах. Елизавета Колесник, Евгений Грищенко для Бесрабского медиахолдинга.